Вечереет. На здании детской школы искусств, которая расположена в центре города, на главной улице Пытьяха, загорается подсветка из 2550 маленьких лампочек, 36 светильников по торцам здания и лицевому фасаду. Контракт на установку оборудования был заключен с компанией «Видэнерго» из Ханты-Мансийска. «Пиксель» — это, по сути, лампочка, в которой находится несколько ряд светодиодов. В данном случае три светодиода, которые загораются разным цветом, так называемый RGB. Красный, зеленый, голубой. И мы с помощью контроллера можем регулировать это свечение. Отключать пиксель, выбирать свет, смешивать эти цвета, получать насыщенные оттенки, много цветов. Благодаря этому мы можем любую художественную композицию реализовать на данном фасаде». По словам подрядчика, производитель оборудования находится в России, дает гарантию на свои изделия три года. Гарантийное обязательство самого подрядчика — год. Стоимость проекта чуть больше 2,5 миллионов рублей. Это третье здание, на котором в Пытьяхе появилась подсветка. Работа будет продолжена. «Также у нас еще планируется, уже разыгран контракт на четыре объекта архитектурного освещения. Это у нас ГДК «Россия», библиотека «Феникс», детский сад «Солнышко» и, получается, детский сад «Созвездие». «Наш школа, детский сад». «Я вам скажу, это очень красиво. Тем более, вы знаете, у нас северный город. Ночи бывают очень длинные. И она очень смотрится красиво. И мало того, что она меняет еще цвета. Это очень даже приятно. Для наших жителей, скажу, это будет очень красиво. Возрение, тем более, центр города». Работа всего комплекса настроена благодаря фотореле и реле времени. Автоматически подсветка включается в темное время суток и выключается с рассветом. Кроме того, световые программы можно менять по запросу заказчика. Инна Болдина, Данила Лебаев, телекомпания Пытьяхинформ.